МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ведущих спортсменов региона расскажем далее. Сегодня в программе. Июль – самая биатлонная пора. И дело даже не в подготовке к зимним сезону. Именно сейчас проводится отбор на летний чемпионат мира, который совсем скоро состоится в Беларуси. Резать воду на пути к медалям. Воспитанницы тюменского спорта закрепляются в сборной России и даже готовятся уже включиться в олимпийскую борьбу. Две стороны одной медали – золотой медали ВХЛ. Победители всероссийского соревнования высшей лиги продолжают готовиться к новому сезону и старым вызовам. На сей раз функциональную готовность тюменцы проверили в дуэли сами с собой. Узнать человека можно только в бою – воскликнул один из персонажей культовой матрицы. Тоже можно сказать про биатлон. Гонки с раздельного старта показывают, что ты наработал на тренировках, а вот контактные сражения отражают еще и характер спортсмена. В Тюмени чемпионат России по летнему биатлону завершили как раз такие дисциплины. В трех из четырех гонок судьбу золота решала секунда или даже меньше. Венчали соревнования масс-старты. Сначала медали первенства России разыграли юные таланты. У юниорок победила Анастасия Халиулина из Мордовии. Среди парней чемпионом оказался питерский спортсмен Данил Калинин. Он оказался единственным, кто закрыл все 20 мишеней. Серебро взял тюмениц Вячеслав Малеев. В его пассиве три промаха. Одну стойку немножко испортил, не доработал в паре эмоций, не до конца проследил все свои действия. Потом постарался, собрался, отработал последний рубеж. Ну и, конечно, пока не хватает, но всю дистанцию еще. Подготовка идет полным разгаром. Надеюсь, зимой будет все в порядке. У женщин, решив за два дня вопрос попадания на чемпионат мира, масс-старт Сливков последний день не побежала, что не помешало гонке стать ярким финалом соревнований. Лидер менялся после каждого огневого рубежа, а победила Маргарита Васильева из Красноярского края. При этом она уже на первой лежке промахнулась дважды и заметно отстала. Но сражаться не бросила. Я понимала, что три рубежа, и, в принципе, работать можно, и можно бороться. У меня было желание бороться. Да, какое бы место ни было, если приехала, и уже надо было отработать от и до. В итоге Маргарита чисто закрыла второй и третий рубежи и приехала на заключительную стойку следом за Ольгой Дмитриевой из Ульяновска. Та дрогнула и поехала наматывать четыре штрафных круга. Васильева же была точна и с минутным преимуществом, очень неспешно покатила к золотому финишу. Дмитриева же взяла бронзу, пропустив вперед еще и Екатерину Глазырину из Свердловской области. Я все спокойно в рабочем темпе все шла, не было риска какого-то. Я просто работала практически каждый круг одинаково в одном и том же темпе. Не прибавляла, не сбавляла. Потому что дергаться сейчас в таком состоянии, что нет смысла. В мужской гонке с общего старта отсутствие лидеров компенсировали те, кто совсем недавно входил в национальную команду и планирует в нее вернуться. Биатлонисты Ханты-Мансийского автономного округа Семен Сучилов, Вадим Филимонов и Петр Пащенко в прошлом сезоне выступали на Кубке IBU. Сейчас их в сборной нет. В основу не прошли по критериям, в резерв по возрасту. Что не помешало югорской тройке взять все медали мост-старта. На последний круг Филимонов уехал лидером с комфортным перевесом в 16 секунд, но быстроногий Сучилов догнал его и обошел. Сначала я думал, что у меня сил не хватит. Потом на каждом подъеме я увидел, что немножко приближаюсь к нему. И в конце уже разбирались, кто на что способен. На том длинном спуске, который был перед последним подъемом, я Вадима накатил и там уже... Ну, я не знаю, может он не стал бороться. Может дал мне выиграть. Но сегодня мне повезло. По итогам соревнований в «Жемчужине Сибири» тренерский штаб сборной России назвал 9 спортсменов из 12, которые в составе национальной команды выступят на чемпионате мира в Белоруссии. У мужчинами стали Коростылев и югорская тройка Сучила, Филимонов, Пащенко. У женщин компанию слевко составят Глазырина, Бекташева, Дмитриева и Тамара Воронина. Оставшиеся три вакансии наставники распределят по своему усмотрению и отдадут их кому-то из основы. Твой главный враг – это ты сам. Словно следуя древнему изречению, тюменский хоккейный клуб «Рубин» первый матч в период предсезонной подготовки сделал двусторонним. И оказалось, что победить себя действительно сложнее всего. Игра выдалась очень боевой и упрямо оказывалось завершаться. Белые и черные даже в серии буллитов долго не могли определить, кто из них сильнее. В составе каждой из команды оказалось по три пятерки. Места в воротах заняли Егор Назаров и Алексей Артамкин. Два звена у белых и черных составляли опытные игроки и новички. Третья – молодежь. Тренерский штаб постарался сделать составы максимально равными. Михаил Николаевич сказал по тактике играть. Объяснил, как надо играть и старались выполнять задания. Сразу бросилось в глаза, что чуть комфортнее себя ощущают на льду те, кто и в прошлом сезоне играл за рубин. Тройка – Денис Давыдов, Денис Ячменев, Вадим Кравченко – создавала моменты едва ли не в каждом владении. Новички же пока притираются к требованиям тренерского штаба. Ну, вы знаете, наверное, это потому, что все-таки ребятам с прошлого сезона все вещи достаточно понятны. И они знакомы. А вот новым хоккеистам приходится адаптироваться к новым требованиям. Ну, опять же, это все через тренировочный процесс и контрольный матч все придет. Белые открыли счет. Отличный сольный проход из своей зоны в чужую и четкий бросок. Не зря болельщики считают, что Никита Ядроец, перешедший из Альметьевского нефтяника, одна из главных трансферных удач – Рубина. Форвард и сам очень доволен тем, что оказался в Тюмени. Коллектив вообще хороший. Все помогают друг другу. Ну, город вообще не сравни даже с тем Альметьевским. Там маленький, здесь мегаполис какой-то. Где уже удалось побывать? Мы же какие-то места или пока все тренировки время забирают? Тренировки в основном. На выходной, на набережной прогулялись. Ответ черных не заставил себя долго ждать. Недавний новичок команды, защитник Евгений Петриков, показал, зачем ему 193 сантиметра роста и пациент нервеса. От синий он пальнул так, что шайбу все увидели уже в сетке. Петриков выходил на лед в паре с Константином Фастом, уже залечившим ребра, с переломами которых отыграл финальную серию плей-офф прошлого сезона. Да, конечно, для этого есть отпуск, чтобы залечить старые травмы. И приступить с новыми силами в новый сезон войти и подготовиться хорошо. Фундамент заложить сейчас именно на предсезонке. И с новыми силами в бой. Тренировки и закладывание фундамента путем тяжелой пахоты – летом процесс необходимый. Каждый хоккеист во время сборов скучает по шайбе и игре. Вот и рубиновцев азарт захватил с первых минут. Даже под нагрузками скорости порой они показывали отнюдь нелетние. Это первоигровая, поэтому тренироваться это тяжело, каждый день монотонно, вот в этом режиме жить. А здесь игровая тренировка, я думаю, она и моральное удовлетворение для всех принесла. Именно эмоции вот эти через игру они получили, и мы сами довольны этим. Игра шла боевая, эмоций хватало и не обходилось даже без стычек. Впрочем, это нормально и даже хорошо. И говорить не о напряженной обстановке в команде, а о том, что неравнодушных в рубине – нет. Каждый готов биться. Атмосфера же в коллективе как раз позитивная. Собирались все, как бы не просто так там, давай приедешь в команду. Все ребята с опытом тоже, многих кто-то заочно знает где-то как-то, и общение пошло. У нас хорошая, позитивная атмосфера в раздевалке. Дружеская на льду, сами видите, никто никого не жалеет. А в раздевалке пришли по щуточкам, ударили, все нормально, все на позитиве. Шутки, прибаутки, все как надо. Черные, отыгравшись, еще дважды выходили вперед. Но шайба Дениса Ячменева и дубль Ядроеца свели матч в ничью 3-3. В овертайме шикарный финт Артема Осипова едва не принес белым победу. Против такого поворота оказалась Перекладина. Дело пошло до серии булитов. Обе команды выполнили по 8 попыток. И 7 из них оказались голевыми. Кравченко, Ячменев и Осипов забросили голкиперу черных Алексею Артамкину. А Павла Гущина, сменившего на воротах белых по ходу матча Егора Назарова, огорчили Андрей Мнихович, Денис Сандер и Егор Чугуев. Последний смог сделать это дважды и принести своей команде победу. Хоккеисты выплеснули эмоции, а тренерский штаб получил богатую пищу для размышлений. За последнюю неделю было много проведено тактических занятий и на льду, и в видеозале. Поэтому сегодня хотелось увидеть именно те моменты, которые мы с ребятами обсуждали, нарабатывали. То есть в первом периоде немного было все так сумбурно. А во втором сделали акценты на некоторые моменты, ну и где-то кому-то пришлось напихать. После этого команда заиграла немного по-другому. Играть еще жестче, праздновать голы еще ярче и продолжать оттачивать тактические нюансы Рубин будет в Кургане на мемориале Парышева. С 6 по 8 августа тюменцы сыграют с местным Зауральем, Челметом из Челябинска и Училинским горняком. Сразу две воспитанницы тюменского плавания в составе сборной России выступили на Всемирной летней универсиаде в Италии. В Неаполе Елизавета Клеванович выиграла бронзу в эстафете и стала пятой в личке вольным стилем. А Софья Сподаренко заняла шестое место в баттерфляйном спринте. Путь к студенческим играм у обеих представительниц Тюмгу был непростым, но честь вуза и региона они защищали более чем достойно. Универсиада 2019 для тюменок стала первым крупным турниром на взрослом уровне. 18-летняя Клеванович сумела не просто выйти в финал 50-метровки вольным стилем, но и занять там пятое место. Остановка в двух шагах от награды личного заплыва оказалась репетицией восхода на пьедестал Неаполя. Сильно не расстраивалась, это спорт, всякое бывает. Не завтра, не сегодня, так завтра. Ну, они там все четеньки большие, поэтому я сильно не расстраивалась, что это мой первый международный старт такой среди взрослых, и в принципе я неплохо выступила, я считаю. Наверное, это какие-то здоровые амбиции любого нормального человека, быть лучшим. Ну, да, у нее есть такое, что она встает на старт, она готова всех пообгонять. Когда она пришла еще совсем маленькой ко мне, я уже видела, как она могла с места ускориться. В общем, это видно было уже лет 10 назад, что она будет спринтером, и все это дано ей от природы. Мы стараемся это все беречь, развивать дальше. Клеванович не просто так называют одной из сильнейших отечественных плавчих спринтеров. В эстафете 4 по 200 вольным стилем Тюменко выступала финишером. Своих позиций не уступила и завершила четвертый отрезок на третьем месте, принеся российскому квартету долгожданную бронзу, которая отливает золотом, если взять во внимание, что в Италии Лиза могла вовсе не оказаться. Всему виной тяжелая травма, полученная в феврале. Я вроде не беспокоил, травма была спины, я упала с лестницы. Спасибо, нужно сказать, огромное Костру Владиславу Анатольевичу. Он решил вопрос с допуском на чемпионат России, потому что допуска не было. Буквально за 5 дней это все решилось, но там уже как получилось, так и подготовились к Неаплю. Медаль далась тяжеловато. И в общем-то врачи нам прогнозировали 3 месяца лечения, потом до 6 месяцев восстановления. А Лиза через 6 месяцев уже завоевала бронзовую медаль на Всемирной университете. Я как бы боялась последствий этой травмы, но она была непреклонна. Говорила, нет, Елена Викторовна, будем работать, давайте будем делать это, давайте будем делать такие упражнения. Даже людям, не особенно интересующимся плаванием, понятно, что ответственность в эстафете больше, чем в индивидуальных заплывах. Тем более на Всемирной универсиаде. Но Клеванович, кажется, дополнительный адреналин лишь подстегивает. Чемпионка России Софья Сподаренко готовилась к универсиаде предельно серьезно. Но даже самого крутого пилота, как в гонках, может подвести болид. Так случилось и у Тюменки. Чуть подкачало здоровье. Похудела на 4 килограмма за день, наверное. И все-таки это у меня была сильно большая пауза между выступлениями на международных стартах, моими юношескими. И это сейчас мой первый старт на международном уровне взрослым. Был небольшой у меня мандраж, тремор. Как я с этим справилась? Мне понравилось, но результат нет, мне не понравилось. Но о ментальной силе Софьи говорить можно долго. Поэтому финал полтинника Баттерфляем без Сподаренко не прошел. Шестое место универсиады и постоянное движение вперед открывает перед Тюменкой новые горизонты. Неаполь укрепил желание работать еще усерднее. Будем тренироваться. Год олимпийский нас ждет. Она очень-очень хочет. Говорит, я в пять раз усерднее буду тренироваться. Да, она справилась. Она молодец. Учитывая мой прогресс за последние два года, я не ухудшала уже полтора года на трех чемпионатах России. У меня шел только прогресс. И я надеюсь, что так и продолжится. И с Олегом Викторовичем, моим тренером, надеюсь, у нас получится эта комбинация. Именно для этого по факту я и говорю ему, что я готова и я хочу это сделать. Потому что, я не знаю, по какой причине он немножко я чувствую, щадит меня. Мне кажется, я в таком возрасте и в таком моральном сейчас состоянии, что я могу переваливать любую работу. Универсиада для всего мира – огромный праздник не только спорта. Вне Аполи тюменским пловчихам и тренерам удалось это прочувствовать в полной мере. Несмотря на то, что россияне традиционно относятся к студенческим играм как к важному международному старту без права на ошибку. Ну, вообще, отношения в сборной. Я не знаю, правильно это или нет, но сборная России к таким стартам подходит, как к серьезным международным. Я смотрю и не знаю, правильно это или нет, познакомилась с некоторыми девочками там перед стартом на то, насколько легче они были настроены. Может быть, дело во мне, а может быть, дело, в принципе, в нашем русском характере немножко грустном. Кто как сам выражался там, кто танцевал перед стартом, кто какие-то рожицы порчил, в общем. Ну, это были такие очень красивые, веселые, счастливые такие люди, приехавшие, ну, там, как говорит молодежь, потусить. Следующий плавательный сезон – олимпийский. Загадывать, прогнозировать, а уж тем более закидывать кого-то шапками – неуместно. И тем не менее, спринтерские эстафетные качества Елизаветы Клеванович и невероятная трудоспособность Софьи из Подаренко вполне могут довести их до Токио-2020. А пока совсем мимолетный отпуск настроит тюменских девушек на покорение новых вершин H2O. К морю вообще никакой к воде не хочу подходить. Просто отсыпаюсь, гуляю, с друзьями провожу время, отдыхаю головой, морально, физически. Нет, поближе к воде, конечно, от воды стараюсь далеко не отходить. Хотя бы там, где есть и холодное, и горячее. Да, я еду в Париж. На самом деле, просто первый раз так совпало, что спортсмены у всех график разный. И в разных городах разные календари. И, наконец, первый раз совпало, что компания хорошая подобралась. Куда бы ни собрались, я бы полетела. Ну и вот так вышло, что в Париж. День города равно день спорта. Не утверждаем, что так во всей России, но в Тюмени точно. Любому жителю областного центра в 433-й именины города в этом было несложно убедиться. Работало 20 спортивных площадок. Основное действие развернулось у технопарка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Уже так сложилось, что традиционно в день города площадью технопарка она наполнена спортивной активностью. И отрадным является то, что с каждым годом у нас появляется все больше и больше партнеров, коммерческих партнеров, партнеров из числа социально ориентированных некоммерческих организаций. Сегодня тюменцы могут познакомиться в принципе со всеми направлениями и бюджетных занятий в области физической культуры и спорта и различных платных физкультурно-оздоровительных услуг. Спортивных площадок у технопарка и правда было не счесть. Одна из них была по-настоящему необычной. Особенно если учесть, что керлинг – зимний вид спорта. Но при желании он вполне легко трансформируется в летний. Дисциплина, которая в России становится с каждым годом все популярней, добровась и до лучшего города земли. Для Тюмени еще пока что он в диковинку. И люди, кто приходят на площадку, все с удовольствием хотят ознакомиться с правилами, хотят попробовать на практике, как играть, как камень толкать правильно, сколько он весит. Это достаточно популярно у молодежи и в принципе у жителей города Тюмени. Совсем неудивительно, что керлинг в центре Тюмени почти в 30-ти градусную жару вызвал ажиотаж. Попробовать свои силы в искусстве перемещать камни по настилу приходили даже организаторы соседних площадок. Получалось неплохо. Для меня это было просто странно, потому что обычно интересуешься хоккеем, фигурным катанием, а керлинг выглядит немножко странно, но оказывается интересно. Керлинг называют шахматами на льду. Здесь, как и в большинстве видов спорта, без светлого и расчетливого ума не обойтись. Как и в собирании кубика Рубика. Спидкубинг вполне себе вид спорта. Почему бы нет? Соревновательная часть здесь абсолютно осязаема. Сборка кубика ведь идет на время. Спидкубинг развился в 1980-х годах и стал популярен только в начале 21 века, после 2000-го. Сейчас это очень молодежный спорт, очень много людей по всему миру собирают. Это миллионы людей, которые соревнуются в различных дисциплинах 2 на 2, 3 на 3. 7 на 7 самый большой, пирамидка, скюбы, различные голомки, всего 18 дисциплин. Сборка в слепую, очень много. Наверняка немного удивила горожан и площадка для ГТО. Правда, нестандартного. В обиход вводится понятие цифровое ГТО. Суть его в том, что значки получаешь за умение хорошо работать с компьютером. Что, конечно, и к спорту, и к здоровому образу жизни вряд ли имеет непосредственное отношение. Как бы то ни было, главные герои праздника все равно сами горожане. Особенно те, кто не просто лицезрел действо, а сам в нем активно участвовал. Как, например, Алексей Куклин, который убежден, что пример здорового образа жизни должен подавать дочери лично. По спортивному это очень хорошо. Тут можно попробовать себя в любом виде спорта. Мы почти в дартс попробовали и почти в керлинг. Но я думаю, мы все успеем. Можно тут попробовать себя в любом виде спорта, в котором хочешь или хотел бы, и уже развиваться дальше. Спортивные организаторы Тюмени после празднования Дня города начинают подготовку в другой дате. Уже в августе области исполняется 75 лет. А еще в календаре последнего месяца лета значится и День физкультурника. День физкультурника. День физкультурника. День физкультурника. День физкультурника. Главный городской праздник тюменцев постоянно проходит под физкультурно-оздоровительным лозунгом. Набережная четвертый год подряд на сутки превращается в универсальный спортивный комплекс для всероссийского фестиваля «Экстрим Экспо». Первое, что бросается в глаза – 13-метровый скалодром, прочно вклинившийся между мостом влюбленных и первым ярусом одного из популярнейших мест областного центра. Мне нравится что-нибудь сделать, что реально требует долгих умственных решений, необычных подходов. Вот скалолазание, например. Каждый год строим ее, каждый год по-новому. Потому что, знаешь, что мост пешеходный, он ходит, когда народ набивается к вечеру, он просядет на сантиметров на 30-40 в лучшем случае. И попробую сделать этот скалодром, чтобы все было так четенько. В прошлом году у нас даже немножко один лист с панеры стрельнул, но было все закреплено и продумано заранее. Поэтому в этом году пришлось сделать чуть ниже. И самое сложное, конструктивное было – растянуть эту конструкцию сверху, чтобы она не болталась и не шаталась. И при каком-то ветре, порыве, урагане, там ничего не упало, все были живы и здоровы. Первыми оценили безопасность тренажера юные тюменские скаловазы. Все они хотят равняться на местного покорителя вертикалей, трехкратного обладателя мировых кубков Станислава Кокорина. В копилке одного из самых титулованных скоростников планеты нет только двух медалей – Олимпийской и Экстрим-экспо. Сначала смотрел, ну, старт понял, и потом уже начал лезть. Мне понравилось, что тут соревнования с другими ребятами, и тут трассы не очень сложные. Пробежать вверх по легкой трассе мог любой желающий. И пока они пытались добраться до финишной кнопки, преодолевая несколько десятков зацепов, именитые чирлидеры со всей страны выявляли сильнейших в рамках шоу-фестиваля «Море-море». Состязались в двух дисциплинах – групповом и партнерском стантах. Призовой фонд, ну, для многих он интересен, для меня не сильно, я больше за компанию, потому что большинство участников знаю, большинство ребят знаю, и, конечно, я больше приехал за тусовкой. Просто пообщаться, потренироваться, выступить на публике – интересно. Не могли остаться без внимания и батлы чемпионата России по футбольному фристайлу. Каждому участнику давалось три попытки по 30 секунд на то, чтобы сорвать аплодисменты публике. Судьи в это время оценивали контроль мяча, сложность в исполнении трюков, стиль, оригинальность и креативность. За путевку на чемпионат мира, который состоится в Майами, боролся и местный тур футбольного трюкачества Антон Павлинов. Сейчас я немножко меньше настраиваюсь, чуть-чуть меньше тренируюсь, но просто потому, что у меня вектор развития немножко сменился. Сейчас я направлен больше на то, чтобы сделать вклад в развитие спорта, в развитие молодежи, популяризацию как своего направления, так и вообще здорового образа жизни. Сам тренируюсь немножечко меньше, но конкуренцию еще готов составить. Кроме скалолазания фристайла и черлидинга, на набережной можно было понаблюдать за увлекательной борьбой в панне, силовом экстриме, воркауте и кроссфите. Искрила площадка RC Drift. Пилоты гоняли на радиоуправляемых моделях, собранных вручную. Это был последний сюжет на сегодня. Но не забывайте и о нашем сайте isnta.ru. Там вы всегда сможете найти еще больше свежих новостей спорта. До свидания.